В этом видео мы расскажем вам о том, что такое делегирование, зачем это нужно и как это делать. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео, а также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Итак, как делегировать? Для начала нужно спросить еще один вопрос. Зачем делегировать? А прежде спросим еще один вопрос. А что такое вообще делегирование? Умение делегировать – это то, что отличает предпринимателя и крупного бизнесмена от совсем маленького ремесленника. Делегирование означает делать что-то не самому. Тем самым высвобождать свое время над тем, чтобы управлять тем, как делать лучше, а не тем, чтобы в принципе делать. Это очень интересная концепция. И сегодня мы с ней познакомимся. В чем проблема? Проблема возникает в следующем. Когда вы только вступаете на путь предпринимательства или когда вы только вступаете на путь карьеры, сначала у вас очень много кипиша. Первый этап – это такая мышиная возня. Это очень много всего непонятного. Вам платят, конечно, зарплату 20-го числа. Правда, маленькую, потому что толку нет, куча кипиша. Ну, вот маленькую зарплату платят. Потом этот кипиш превращается постепенно в какой-то более понятный алгоритм. То есть, ну, можно его назвать 1, 2, 3 равно деньги. Это значит, вы уже поняли, какие действия не нужны, а какие нужные. И научились это делать. В бизнесе это может быть нашел клиента, продал ему товар, получил деньги. Деньги. Супер. Или нашел клиента, нашел, где найти товар или оказать услугу. Исполнил обязательства, оказал услугу, провел демонтаж, там построил дом, получил деньги. Супер, молодец. Так вот, вот это и есть первая итерация. После этого предпринимателю приходит в голову свежая идея. А почему бы мне вот это вот дело не взять за скобки и умножить на N? На много раз. Почему бы мне еще денег не заработать? И еще, и еще, и еще. И времени вроде достаточно, теперь надо для того, чтобы лучше жить, уже найти второго, третьего, четвертого, пятого клиента. И все бы ничего, если бы у нас не была одна проблема. Проблема того, что у нас в сутках 24 часа. И проблема того, что мы человек, а человеку нужно спать, есть. И в принципе, у нас ресурс нашего внимания ограниченный. И мы утыкаемся в потолок. Потолок он стеклянный, действительно, вот примерно такой. То есть мы пытаемся пройти через него, а не получается. Ну не получается и все. Просто он нас ограничивает, бьемся, 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 ну вот не растем. Застреваем вокруг какой-то цифры. В 100 тысяч рублей, или в 200 тысяч рублей, или в 50. В зависимости от вашего мышления, в зависимости от вашего масштаба. Но вы не можете его пробить. Вы вот в него стучитесь и не можете пробить. Почему не можете пробить? Да просто все. Ваше все время, все ваше время продано за эти циклы. То есть вы общаетесь с заказчиками, ездите, пашете как лошадь. И уже больше работать просто невозможно. Приходится делегировать. И это большая проблема. Потому как, когда вы что-то кому-то перепоручаете, вы мгновенно приходите к следующему выводу. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Потому что, когда действуете вы, вы имеете, предположим, такой результат. Когда вы даете другому человеку, которому вы в придачу еще и деньги платите. То есть, по идее-то, вообще, парадокс ситуации с делегированием происходит то, что происходит не просто меньший результат, а худший результат. То есть, лучше бы его не было. Действительно, 90% людей приходят после этой нехитрой попытки к выводу следующему. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. И каждый опыт общения с другими людьми в формате задач, он приводит к единственному вот этому выводу, что, в принципе, никому нельзя доверять. И человек оказывается в ловушке. В такой ловушке находится 99% мелких предпринимателей. Маленькие они не потому, что кто-то им мешает. Мешает им вот эта вот штука. Потому что они пробуют отдавать задачу, получается хуже, и они обратно возвращаются к себе и начинают действовать самостоятельно. В итоге просто работают больше, 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 потом у них возникает моральное или там энергетическое истощение. И вот они вот как-то вот вяло текуще живут. И не могут выбраться из этой ловушки. Не могут и все. Выходом из этой ловушки является, собственно, ситуация делегирования. Что такое делегирование? Делегирование, если бы вот мне сюда пришили еще две руки, это можно сравнить с делегированием. Я, так как мы люди, существа социальные, у меня есть свой ресурс времени, который я конвертирую в какие-то действия, изменения и в деньги. Самое, что интересно, что так как мы люди, я могу к своему ресурсу времени прибавлять ресурс времени рука, нога, человека, часов других людей, которые тоже могут конвертироваться в изменения. И самая соль состоит здесь в том, что мне нужно просто научиться находить и ставить задачи таким людям, с кем лучше, а не хуже. И как только вы нашли такого человека, как только вы это поняли, вас окутает и обуяет, да, если правильно сказать, ни с чем не сравнимое удовольствие и счастье. Потому что вы теперь понимаете, что работать самостоятельно, работать вот только самому, это абсолютно тупое и бесполезное занятие. Потому что вашей истинной задачей будет привлечение и поиск тех людей, с кем становится лучше. Это же очень круто. Я сейчас пишу это видео, а сотни людей прямо сейчас работают над тем, чтобы это видео было снято, чтобы оно было отмонтировано, чтобы оно было выложено, чтобы оно было проанализировано, чтобы оно было проиндексировано. Потом, если вы зайдете на сайт, люди работают над тем, чтобы формы заявок работали, чтобы постоянный трафик прирастал, чтобы постоянные клиенты приходили в зал. То есть за моей спиной тысячи рук и тысячи голов. Каждый час времени и каждую минуту производят изменения и улучшения. В итоге как бы получается, что все эти изменения произвожу я, так как мы организовали эту команду. Это и есть делегирование. Когда человек в свой час умещает часы и жизни на самом деле других людей, которые работают с ним в команде. Это то, что обеспечивает силу. В чем сила? Чем можно сегодня мериться? Деньгами? Может быть. Мышцами? Может быть. А есть другая, социальная сила. А социальная сила — это совокупность силы всех людей, с кем ты вместе работаешь. Это и производит изменения в жизни. На нашем сайте можно получить огромную базу знаний совершенно бесплатно. Если вы еще не видели или не знаете, обязательно ознакомьтесь. Ссылка есть в описании под видео, либо жмите на кнопку прямо на экране. Мы ответили на вопрос, что такое делегирование. И мы ответили на вопрос, зачем нужно делегирование. Как делегировать? Ответ очень просто. К сожалению, намеренно идти в эту яму. Потому как нужно понимать, что как только вы отдали задачу в любой форме, какие бы формулы ни услышали, как там правильно поставить задачу, контрольный выстрел, услышать, как человек понял, назначить срок, мотивировать, контролировать. Вы просто должны понять, что падение качества и падение результата — это абсолютно нормально. Вы должны идти в эту яму с кольями намеренно только для того, чтобы потом выбраться на тот же самый результат, который у вас был до делегирования, но уже без вас. 50 тысяч рублей или миллион рублей, зарабатываемые лично вами, и миллион рублей, зарабатываемые тоже вроде как в вашей компании, но без вас — это два качественно разных миллиона. Вот к чему вы должны прийти. Поэтому я вам желаю успехов в практике делегирования. Обязательно сегодня же, прямо сейчас, отдайте какую-то задачу, как правило, повторяющуюся. Потому что именно из-за повторяющихся задач вы утыкаетесь в потолок другому человеку, самому достойному, на ваш взгляд, и постарайтесь ощутить это, как вы можете делать что-то еще, а кто-то параллельно занимается улучшением вашей общей деятельности. Встретимся с вами в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с вашими друзьями, для кого проблема делегирования стоит наиболее остро. Если вы чувствуете, что ваш друг или ваш знакомый вот-вот умрет на работе, дайте ему посмотреть это видео. Бизнес-молодость — это сообщество предпринимателей, тех, кто точно столкнулся с проблемой делегирования и перераспределения задач. У нас есть как маленькие бизнесы, которые состоят из одного или двух людей, так и большие, которые состоят из тысяч сотрудников. Это огромная кладовка опыта, которой вы можете получить доступ совершенно бесплатно. Поэтому наблюдайте за нами, смотрите наши видео, приходите на наши программы и увидимся с вами. Добро пожаловать!